Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, внезапный видеоролик, который связан с Днём Танкистом. Сегодня у меня в планах было записать видос, рассказать своё мнение по поводу данного праздника, рассказать, какие будут скидки. Но тут я захожу на основную страничку и вижу, что анонс уже появился. Появился анонс, и мне не надо никакие предсказания тут записывать, выдумывать что-то, думать, какие будут там скидулечки. Я просто зашёл и увидел нереальнейший крутой обзорчик, который уже готов. И завтра уже начинается у нас праздник в ТОшке в честь нашего любимейшего Дня Танкиста. Поэтому, если вы эту инфу услышите впервые, сейчас нигде ещё её ничего не увидели, потому что постарался я быстро всё это дело сделать, обязательно поставьте лайк, поддержите меня, можно ещё подписаться на канал, если нравятся видосы. Ну, как-то так, друзья. Короче, давайте быстро пролетим по данному празднику, расскажу вам что да как, чё почём. Если честно, в какой-то степени я очень даже доволен то, что я до сих пор не набил звёзды, потому что у нас будет 4 дня тройных фондов. Тройных, не двойных, а тройных. И в тот момент, когда я это увидел, я очень сильно задумался, блин, просто так, тройные фонды в ТО на 4 дня? Что-то как-то это чересчур подозрительно звучит, и у меня такие сомнительные мысли начинаются сразу в голове, что-то как-то к концу всё близится, да, возможно, вы понимаете, о чём я говорю, но надеюсь, что это всего лишь мои домыслы, и ни с чем это другим не связано, как только с тем, что разработчики игры хотели сделать интересный, красивый праздник. Да, тройные фонды это вам не хухры-мухры, это не какие-то там понты в виде там двойных фондов, и там типа на тебе получите-распишитесь, тройные фонды это довольно-таки сильно, да. И в какой-то степени я, наверное, таки понимаю разработчиков, они хотят посмотреть, будет ли вообще онлайн, в принципе, в игре, будут ли ребята заходить, будет ли играть на данных праздниках. По сути, 4 дня это довольно-таки большое количество времени, чтобы каждый сумел не только увидеть то, что они есть, но и зайти, поиграть, возможно-таки пофармить кристаллики, да, может кому-то там надо, потому что и скидочки есть, и есть что прокачать, да, 50% на МП-кулечку, это вам тоже не такие уж и маленькие скидки по сравнению с тем, что постоянно у нас были там скидки 30-50, если не ошибаюсь, ну, в общем, по 50% это тоже довольно-таки достойно. Да, больше, в принципе, ничего там нет такого сверхудивительного, какие-то простые ивентики, все это добавляется к челленджу, просто набивайте звезды с тройными фондами, но, в общем и целом, меня это, честно говоря, повторюсь, поразило. Поразили тройные фонды, я думаю, что если вас это тоже удивило, и у вас есть какое-то свое определенное мнение по этому поводу, обязательно прямо сейчас оставьте свой комментарий и скажите, что вы думаете по этому поводу, но меня это сподвигло на какие-то плохие реально мысли, ну, а самое главное, это я реально доволен, что я не добил этот челлендж, я реально сейчас даже в какой-то степени думаю, блин, лучше я подожду, лучше я за эти 4 дня накалачу челлендж, с тройными фондами подниму в какой-то степени свою эффективность, возможно-таки подкачаю свой дрончик, который до сих пор я не качал, потому что, ну, скидки были явно маленькие, тут уже 50-очка имеется, можно уже подумать что-то про МПК, шить, кто-то вообще скидочек тоже ждал, хотел тоже подкачаться, безусловно, можете тоже что-нибудь интересное для себя выкачать, потому что есть ребята, которые, все те скидки, которые проходили, когда я говорил, ну, лучше не прокачивайтесь, потому что все равно будут больше скидки, будет что-нибудь интересное, тоже верили мне, да и не только мне, это, в принципе, логично все работает и понимали, что будет что-то интересное, да? Как сказал мой нагибаторский чемпион Аветис Мергелян, то что День Танкиста это один из самых престижных праздников в игре и до сегодняшнего дня он уже мне предсказал, что скидки будут хорошие. Да, он точно не мог ожидать, что будут какие-то там тройные фанды, но все же скидки есть. Еще ко всему с тройными фандами, я не знаю, да, зачем это делать, но выглядит это довольно-таки прикольно. Жалко, конечно, что все это только в матчмейкинге, вот если бы такое все дело происходило не в ММ, а еще и в обычных про-битвах, что бы вы тогда думали, а, друзья? Я думаю, что это было бы очень даже достойно, я бы, например, быстро бы закончил бы челлендж, отправился бы в ББП-шки грабить фанды, но это все мои лишь мечты, потому что, ну, ни для кого уже не секрет, что такого сейчас у нас в игре явно никто не будет делать, и в какой-то степени это, конечно, не так круто, как могло бы быть раньше, когда на даже простых двойных фандах можно было зафармить огромное количество кристаллов, хотя это все лирические отступления, по сути, и в матчмейкинге на экстре фандах можно поднять довольно-таки большое количество кристаллов, и, по сути, если у вас имеются какие-то проблемы, вы хотите там что-то приобрести, например, тот же Хорната Гаусс, да, о котором я вам все время говорю, можете за эти дни быстро накопить себе кристаллы, прокачать, купить, и уже потом, после этого ивента, полноценно нагибулить в матчмейкинге, набивать звездочки, поднимать контейнеры XT, друзья, я вас прошу заметить, что мне-то осталось всего лишь-то 600 звезд, 600 звезд до контейнера XT, с которого мне будут дропать уникальнейшие призы, всякие такие сочные, аппетитные, нагибаторские, ну и не сказать, что за последнее время это один, наверное, из самых лучших ивентов от разработчиков, которые они сделали, сказать, наверное, таки неправильно, неправильно вообще говорить, что это какой-то плохой праздник, и разработчики зажали что-либо, плюс еще ко всему сделали три спецпредложения, да, там есть и спецпак за 12 тысяч танкойнов с контейнером XT, там еще с какими-то другими плюшками, есть обычные спецпаки с красками, с дополнительными контейнерами, ну, понятное дело, что для меня это неинтересно, возможно, кого-то такие вещи интересуют, и у вас будет желание приобрести что-либо, но для меня самое было интересное, это стоимость нашего контейнера XT, и сейчас, когда я увидел цену в 12 тысяч танкойнов, я понимаю, что неплохо вы, друзья, хотите поднимать, да, 12 тысяч танкойнов, если переводить это в примерное количество рублей, ну, не сказать, что это, конечно, сверхмного, да, там, если со всякими скидками все это дело пойдет, то можно там, наверное, даже до 1000 рублей уложиться, ну, может, где-то в 1000, может, чуть больше, я не знаю, примерные цены, это лишь мои домыслы, ну, в общем и целом, XT-шку за косарчик, какую-нибудь рандомную получить можно, да, опять новый определенный вид прибыли разработчиков, ну, как говорится, что делать, если нужно где-то выжимать, надо где-то что-то приобретать, и надо что-то новое находить, тут все же онлайн-то не стоит на месте, онлайн-то оставляет желать лучшего, надеюсь, что это все лишь моя какая-то безмораль, и на самом деле ничего так сверх сильно не падает, и будем надеяться, что у нас в танках не будет никаких таких прям жестких спадов, все продолжится с новой, с новой уже какой-то энергией, да, возможно, какие-то новые моменты появятся у нас в игре, может быть, что-нибудь, кто-нибудь одумается, да, я все не могу никак собрать себя с мыслью записать какой-нибудь такой более бомбящий видеоролик, да, есть у меня определенные мысли по этому поводу, но не знаю, стоит ли гореть, стоит ли гореть, стоит ли выливать свою душу, стоит ли по этому поводу вообще высказываться, возможно, таки это время еще не настало, возможно, надо дать еще. немножко подумать, не только разработчикам, но и всем тем людям, которые с этим всем делом связаны, и увидеть результат, возможно, совсем скоро будут мои определенные мысли по HTML5, не могу тоже по этому поводу еще пока ничего такого сверх конкретного сказать, хотя есть уже определенные мысли в голове. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, ребята, получился, если вам понравился за его вот такую вот скорость, за мой небольшой такой обзор на данный ивент, то обязательно не забывайте прожимать лайк, ну и если нравятся видеоролики, подписывайтесь на канал, мотивируйте меня, дабы я записывал их как можно больше, от вашей поддержки зависит довольно-таки многое, и самое главное, нажимайте, друзья, на колокольчик, дабы не пропускать ролики, надеюсь, что YouTube больше не будет болеть, он будет присылать вам их, потому что последний видос меня он, грубо говоря, обломал. Всем спасибо, ребят, давайте удачи, до встречи, пока.